В прошедшую неделю было зарегистрировано 125 преступлений, 95 из которых раскрыты. Самые распространенные это, как и прежде, кражи из автомобилей. Кроме того, по-прежнему многие пожилые люди становились жертвами мошенников. За неделю в Магнитогорске произошло 50 краж, из них удалось раскрыть 24. Чаще всего жертвами становятся автомобилисты. Оставляя свой автомобиль без присмотра даже на 5 минут, они дают злоумышленникам возможность поживиться. Преступники снимают аккумуляторы, похищают из салона ценные вещи, регистраторы, сумки, пакеты. А накануне стражем порядка удалось задержать очередного драгдилера, который пытался заработать, продавая синтетические наркотики. Был задержан молодой человек, не работающий, ранее не судимый, который намеревался при помощи закладок в городе Магнитогорске реализовать наркотические средства. По данным фактам возбуждены уголовные дела, мера пресечения, заключение под стражу. Все чаще жертвами преступлений становятся и пенсионеры. В дежурную часть управления МВД России по городу Магнитогорску обратилась пожилая жительница нашего города, которая пояснила, что пока приобретала лекарства и общалась с фармацевтом, у нее из сумки был похищен полиэтиленовый пакет, в котором находились документы, сберегательная книжка, карточки. В дальнейшем был осуществлен съем денежных средств с ее банковского счета. В результате действий злоумышленников пожилая женщина лишилась крупной суммы денежных средств в размере более 15 тысяч рублей. Кроме того, сейчас в Магнитогорске орудует мошенница, жертвой которой уже стали несколько пенсионеров. Она приходит в квартиры к пожилым людям, представляется дальней родственницей, входит в доверие, а затем просит деньги в долг, якобы под залог золотых украшений. В дальнейшем выясняется, что данные изделия никакой ценности не представляют, а являются бижутерией. Соответственно, мошенница с указанной суммой денежных средств скрывается, и в дальнейшем уже пожилые граждане обращаются в полицию. В связи с этим сотрудники полиции обращаются ко всем горожанам с просьбой быть бдительными и не доверять таким незнакомцам. Павел Бресенев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.